Приветствуем! Я Александр Молчанов, и каждый, кто сделает репост этого выпуска в своих соцсетях, получит сегодня подарок от Вселенной. Также я напоминаю, что полным ходом идет набор на онлайн-курс пьеса в нашей сценарной мастерской. Если вы хотите научиться писать пьесы, если вы хотите стать профессиональным драматургом, то проходите по ссылке в описании, которую я забыл вам дать. Сейчас я ее сделаю, добавлю в описание. А вы пока, если смотрите в прямом эфире, то дайте знать, что вы меня видите и слышите. Так, разучился вести эфиры. После того, как два года подряд ведешь эфиры каждую неделю, а потом вдруг делаешь перерыв, то забываешь что-то сделать. Да, напоминаю, друзья, что полным ходом идет набор на онлайн-курс пьеса в нашей сценарной мастерской. На настоящий момент, по-моему, 12 мест осталось. Так что я особо не давлю, не стараюсь как можно быстрее распродать все эти оставшиеся места, а хочу, чтобы туда пришли правильные люди. Так, я прекрасно понимаю, что моя аудитория – это в основном все-таки писатели-сценаристы, и то, что я внезапно решил по поводу физической активности провести эфир и вообще запустить такой проект, запустить такой челлендж, я понимаю, что это, ну, немножко странно, может быть, выглядит, хотя на самом деле это вполне логично. И я, честно говоря, немножко, да, даже как-то немножко огорчился, потому что 4 дня этот челлендж существует, он как-то у аудитории вообще никакой реакции не вызвал. При том, что у меня-то есть ощущение, что тема здоровья и тема физической активности вообще-то людей интересует, да, иначе всякие лерчики не продавали бы свои спортивные марафоны на миллиарды рублей. Вот, я-то вообще бесплатно готов это делать, а уж по качеству, я думаю, что вы меня знаете, да, если я за что-то возьмусь, да, там никакие лерчики рядом не валялись. Все будет качественно и круто. Так, хорошо, друзья, давайте, народ потихонечку подключается. Ничего страшного, кто, сколько человек придет в эфир, столько и будет. Останется запись и, опять же, если у кого-то будут ко мне какие-то вопросы, я буду к записи этого эфира отсылать, и вся информация будет здесь. Давайте так, напишите, пожалуйста, в чате, сейчас те, кто смотрит меня в прямом эфире, напишите две вещи. Первое, сколько вам лет и как вы оцениваете состояние своего здоровья по шкале от 1 до 10. Вот в настоящий момент. Пока вы пишете, скажу, что мне 49 лет, через 8 месяцев, 7 марта 2024 года, мне исполнится 50. И сейчас я бы состояние своего здоровья оценил, ну, там, 8-9. То есть где-то близко к тому, что я хочу получить. Есть некоторые вещи, которые меня там не очень устраивают. И я делаю какие-то действия, чтобы эти вещи исправить. И я думаю, что они там в течение следующих 2-3-4 месяцев будут исправлены. Так, напишите. Я пока, пока вы пишете, я расскажу вообще о некой истории вопроса, почему я вообще этой темой занялся и заинтересовался. Вообще, в целом, у меня всегда отношение к физической культуре было презрительное. Такое яростно презрительное. Мне всегда вот эти популярные 80-е годы качки, Шварценеггер, Рэмбо и так далее, и так далее, Ван Даммы у меня никакого абсолютного восхищения не вызывали. У меня были совершенно другие герои, герои интеллектуальные, философы, поэты, художники, композиторы, и так далее, и так далее. У меня над столом висел портрет Генрика Ипсона, драматурга, ни много ни мало, в 14 лет. То есть это как бы где там какая физическая активность. Ну и, естественно, вот этот романтический образ такого поэта-алкоголика-наркомана, умирающего в 25 лет, он мне, в общем, был в целом симпатичен. Мне казалось, ну, что, когда тебе 14 лет, тебе кажется, что 25 – это вечность, да, тут успеешь, главное, успеть книгу написать. Вот, а там трава не расти. К сожалению, да, вот есть, существует такой миф, он очень вредный. Миф о таком наркомане, игроке, бритёре, бабнике, неудачнике с кучей долгов, художнике. Ничего хорошего в этом нет. И, в общем, да, какое-то время можно таким образом существовать, но в целом на длинную творческую дистанцию этого отпущенного тела не хватит. И потом мне попала в руки странная книжица, которая была посвящена физической культуре в жизни наших литераторов. И там рассказывалось про Пушкина, как он там с тростью ходил, наполненный свинцом, бросал её и на расстоянии. И ходил, подбирал и снова бросал. О езде на лошадях, стрельбе из пистолета, байроне, ледяных ваннах, вот это всё. И мне это стало очень симпатично. И книга опровергала вот этот миф о поэтах, наркоманах, куряках, алкоголиках. И, в общем, говорилось, что да, на словах они это всё приветствовали. А на самом деле все они занимались физической культурой. Более или менее системно. Не говоря уже о Льве Толстом, который гимнастикой занимался до самых последних лет. Но, тем не менее, я курил с 10 лет. С 10 лет вы не ослышались. В 10 лет в третьем классе я выкурил первую сигарету. Как сейчас помню, на улице Подгорной всям же развалившийся дом, куда мы с девочкой из старшего класса залезли и выкурили по сигарете марки Родопи, по-моему, или Апал, болгарские сигареты. И вот с тех пор я 20 лет курил. 30 лет я бросил. И в конце этого замечательного этапа я курил 3 пачки в день. Иногда 4, 4 распечатывал. А в редакции, когда курят в редакции, можете себе представить. Я себя однажды поймал на том, что я беру сигарету из пачки, подношу ее к рту, а у меня во рту уже другая сигарета дымится. Я этого вообще не заметил. Мы одну от другой прикуривали. И, естественно, на здоровье это сказывалось очень сильно. Я начал высеять. Причем это просто ты ложишься на подушку, встаешь, и она вся в волосах. Я поднимался по лестнице. Мы тогда на третьем этаже жили. Я поднимался на третий этаж. И все. Я был... Одышка ужасная. То есть я понимал, что, блин, нифига себе. Я что-то... Мне в то время было 27 лет, 28. И я чувствовал себя абсолютно стариком. Старая развалина. И думаю, блин, я так просто долго не протяну. Я очень тяжело бросал. И в итоге я смог бросить, только закодировавшись в центре Довженко. И вот в 30 лет я, собственно, закодировался сначала на 5 лет, потом на 10 лет. И, в общем, сейчас уже кодировка закончилась. Но, видимо, уже как-то не требуется. То есть 19 лет я не курю. Теперь, что касается физической активности. Вообще, мне тоже казалось, что это как-то особо не надо. Но, тем не менее, когда я жил в деревне, в Сямже, там эта физическая активность, без нее просто, ну, тебе никак было не обойтись. Потому что там в число моих ежедневных обязанностей входило, например, вынести из ведра помойного, привезти воду с колонки, 40-литровый бидон в санках, расколоть дрова, принести три ноши дров и так далее, и так далее. То есть вот эта физическая активность, она тебя окружала повсюду. И потом, когда я в 17 лет поступил в университет, переехал в Вологду, и понятно, что там никакой физической активности вообще не было. И я просто начал это постепенно чувствовать. И первое, что я начал делать, я начал просто каждое утро отжиматься от табуретки 20 раз. Вот это была первая физическая активность. Потом мне показалось, что надо еще какую-то тяжесть добавить. То есть гантели, естественно, я купить не мог, потому что денег вообще не было. Мы жили в общаге на набережной реки. И я вышел на эту набережную, подобрал вот такой огромный камень. Причем мне там какие-то ребята кричат, ты что, сумасшедший, зачем тебе камень? Вот, принес его, поставил этот самый и камнем просто качал бицепс, как на гантели. Вот. Потом, опять же, уже переехав в Москву, я прочитал книгу Лимонова, документальную книгу о том, как он сидел в тюрьме. Вот. И он там очень интересно описывал свою физическую активность. Когда он выходил во двор, он такой чистюля еще, вот, и он отрывал такие квадратики от газеты, клал их на землю и, упираясь руками в эти квадратики, отжимался, приседал и еще что-то, я не помню. У него там, по-моему, три или четыре упражнения были, которые он делал по сто повторов. Вот. И, опять же, он делал это для чего? Для того, чтобы целенаправленно поддерживать свое физическое состояние в рабочем. Поскольку, ну, тюрьма, ты, как бы, неподвижен, да, и ты постепенно начинаешь умирать физически. Вот он эту физическую активность себе добавлят. И я начал делать то же самое. У меня тоже физической активности никакой не было, да, то есть я тогда из дома работал, да, утром встал, сел за компьютер, вечером упал из-за компьютера и заснул. Вот. И я находил перерыв там 20-30 минут и приседал, отжимался, да, то есть делал какие-то небольшие упражнения. И потом дальше, когда я уже стал сценаристом и появилось больше свободного времени, я начал себе какую-то физическую активность новую придумывать каждый год. Один год мы с женой танцевали аргентинское танго, ходили на занятия, все, как бы, там, два или три раза в неделю танцевали, осваивали все эти, все эти сложные переходы. Вот, это было довольно интересно. Потом, дальше мы занимались цигун, у мастера Вань Ленина на Курской. Но что меня смущало во всех этих вещах, да, то есть когда ты видишь, например, йога, да, человек занимается йогой, но при этом я вижу, что у него там, ну, не знаю, 30 килограмм лишних веса. И я понимаю, что что-либо ты, как бы, что-то не то делаешь, да, то есть, ну, как бы, не должен человек, занимаясь какой-то физической активностью, да, выглядеть и чувствовать себя плохо. Вот, и, например, там, если я вижу, что человек цигуном занимается, занимается много лет, но при этом у него, очевидно, ну, он, очевидно, не здоров, то значит, наверное, что-то не так с этой, с этой техникой. Вот, дальше начал пробовать там другие какие-то вещи, одно время с железом занимался и там подобрал неплохой гантельный комплекс и в какой-то момент достиг там более или менее, более или менее такой довольно приемлемой формы. Но потом у нас родился ребенок, а мы жили тогда в однокомнатной квартире, 32 квадратных метра, и у меня просто не было возможности больше продолжать, да, то есть, все вокруг, все ребенковое разложено, да, то есть, ты не достанешь гантели и не начнешь там заниматься. Вот, тогда я начал бегать, и бегом я занимался целенаправленно, то есть, изучал, проходил тренинг у Швецова, значит, мне технику ставили, и в итоге я довел дистанцию где-то до 17 километров. Какое-то время я бегал каждый день. И бег очень хорошо зашел, прям классно зашел, потому что у меня, например, были проблемы с легкими, я всегда очень тяжело болел теми этими респираторными заболеваниями, была аллергия каждую весну, я каждый цветочек чувствовал. Вот, все это ушло. Я помню, например, когда там в 30 лет я приехал в Рим впервые, и я там все 10 дней в Риме просто заходился кашлем. Вот сейчас ничего этого нет, да, то есть, все проблемы с легкими, благодаря бегу все это ушло, потому что, ну, это нагрузка, нагрузка на легкие, достаточно серьезная такая. Вот, и, да, самое интересное, что, опять же, перед тем, как я начал бегать, да, это, типа, там, мне 40 лет, я начинаю бегать, я начинаю лысеть, и я начинаю сидеть, у меня прям конкретно появляются седые волосы все больше и больше, лысина начинает разрастаться, вот, и меня это как-то немножко расслабило. Я даже делал, там, какие-то процедуры, что-то там кололи в голову, там, плазму, там, и так далее, и в какой-то момент тетка, которая это делала, операцию косметическую, она посмотрела и сказала, чувак, ты знаешь, что-то нихрена тебе это не помогает. Говорит, я, ну, смысла нет, как бы, деньги тебе тратить, ты, короче, готовь к тому, что через год ты будешь просто брить голову. Я такой думаю, ну, ладно, вот буду как Джо Роган лысый, вот, и в этом время я начинаю бегать. И выпадение волос останавливается, седина останавливается, да, то есть, вот у меня, здесь видите, да, там, видно, типа, одна, одна седая волосина, да, две. Вот, а было уже, прям, серебрилась. Ну, вот, борода немножко тоже вот здесь вот седая, да, она вся была седая. Вот, то есть, процесс седины и процесс облысения обратился, не то, что замедлился, да, а он прекратился. Вот, и понятно, что, да, у меня очевидно, очевидно, что у меня идет облысение по мужскому типу, да, то есть, вот эти вот залысины, да, они есть, как бы, они никуда не делись. Но они вот в таком виде сохраняются уже, там, 9 лет. Если бы все шло своим чередом, да, я бы уже просто с бритой головой здесь сидел бы, то есть, ничего бы, ничего бы этого не было. То есть, это, как бы, ерунда, на самом деле, ну, как бы, не, в этом нет, нет никакой проблемы, да, ну, ну, сидел бы с бритой головой, и чё. Вот, никого, никого это вообще совершенно не парит. Но это просто, ну, некий маркер, который показывает, в числе прочего, показывает состояние здоровья. Вот, но, да, и, кстати говоря, когда был ковид, и мои знакомые умирали, то есть, люди там, примерно моих лет, плюс-минус, меня младше, умирали от ковида. Я переболел, я дважды делал прививку и выходил на пробежку через, там, 2-3 дня после прививки. То есть, нормально, вообще, как бы, ну, никак не чувствовал. Ну, чувствовал, что что-то, как-то, ну, как будто, там, пыльным мешком ударили по голове. Вот, ну, в общем, очень быстро все симптомы проходили. И что касается ковида, то же самое, я переболел дважды, и оба раза, в первый раз за 2-3 дня все прошло, второй раз, типа, там, за один день. То есть, за одну ночь, да, то есть, как-то, да, повышенная температура, все, и ушло. Вот, и это был ковид, да, то есть, все, сдавали анализы, все, как бы, то есть, это точно ковид был. Вот, и, опять же, через несколько дней я уже, там, спокойно выходил на пробежку. Но при этом я чувствовал после вот этих, после двух ковидов, я определенные последствия чувствовал. Появилась одышка, как бы, дыхания не хватало, приходилось, там, на шаг переходить во время бега. И я такой думаю, ну, неужели все, вот теперь это все, то есть, что восстановиться не удастся, что это так теперь навсегда и останется. Вот, и забыл про это. А потом где-то проходит пара месяцев, я такой вспоминаю про это, бегу и такой думаю, блин, а я даже не вспоминаю, все, одышка ушла, то есть, это все, как бы, пробило. То есть, тело адаптировалось, да, то есть, убрало все лишнее и, как бы, и все нормально. Вот. Но при этом бег, то есть, бег мне подошел отлично. Скажите, пожалуйста, напишите кто-нибудь в комментариях, бегает ли кто-нибудь из вас? И как вам бег вообще? У бега есть одна небольшая проблема, что на самом деле бег, да, он стабилизирует состояние здоровья, да, и для писателя бег – это вообще идеальная штука. Но красивого тела бег не дает, то есть, бег никак не влияет, например, на живот, да, то есть, живот с возрастом он просто появляется. Вот. И просто бегом убрать живот нельзя. Бег не помогает вот эти плечи, руки, да, вот это там вообще ноль. То есть, все бегуны, они такие дрищи, да, они худые и такие жилистые, но это не выглядит и, как бы, ну, в этом нет силы. Да, то есть, оно дает выносливость, но он не дает силы. Вот. И дальше я начал думать, что, окей, хорошо, надо что-то, как бы, что-то смотреть, да, то есть, что-то надо менять, что-то надо добавлять. И вот я постепенно, вот в течение, там, последнего года выработал для себя некую, некую новую программу. Ну, во-первых, давайте, как бы, я сформулирую, чего, ради чего я вообще этим занимаюсь. Нет, давайте так. Вот я вас сначала спрошу, вот, как вы относитесь к своему телу, чего вы хотите от своего тела, вот какие требования вы, как пилот своего тела, да, мы что такое, да, наш мозг, это пилот, который пилотирует наше тело. Вот вы, что хотите от своего тела? Обожаю дрищи, еще если очки, так вообще кайф. Так, раньше бегал самый кайфовый спорт, но он реально кайфовый, особенно, вот я сегодня бегал, под дождь попал, вообще просто, свежий воздух в парке, дождь моросит, отлично. Так, мне не подходит. Да, по поводу бега, смотрите, ну, давайте сейчас я отдельно, отдельно про бег поговорю, ну, или сейчас можно сказать, значит, по поводу бега, что, в чем проблема с бегом, как правило. Проблема с бегом, это колени, и по этому поводу много копий сломано, и есть, там, сторонники бега на стопу, да, то есть, когда ты бежишь, и, это вот, кроссовки мои беговые, значит, когда ты бежишь и опускаешь ногу вот так вот, да, и она у тебя вот так вот как бы движется, да, то есть ты, вот, она принимает вот так вот вес, и дальше развивается. Я прочитал про этот бег в книге Пири «Бегай быстро и без травм», и долгое время я был сторонником вот именно такого бега, бега на стопу, но и я добывал себе кроссовки специальные, то есть кроссовки должны быть без вот этого вот всего, да, то есть она должна быть просто гладкая подошва, и они вот так вот, они должны скручиваться в трубочку, тонкая. И я из Милана привозил кроссовки себе, добывал специальные, вот, а срезал у них вот этот самый, срезал задники для того, чтобы, да, когда так ты наступаешь, у тебя на хелесово сухожилие начинает жать. Вот, я все это убирал и бегал, но все равно колени чувствовали это все дело, а если идет разрушение, да, если ты делаешь какое-то действие, которое приводит к разрушению, то на дистанции за годы, да, ты просто, там, через 2-3-5 лет придешь к титановым коленям, да, то есть придется суставы менять, вот, и я посмотрел, как бы, что, как, какие, как эта проблема решается, Я увидел, что все-таки мировая тенденция идет к бегу на пятку. И мастера, которые занимаются обувью, и Nike, и Adidas, и вообще все мастера, они пришли вот к такой форме кроссовка. Да, то есть сейчас все беговые кроссовки вот такие, да, такие, это значит, вот, выгнутая такая поверхность, толстая, очень мягкая подошва, да, и вот такое идет здесь тонкое на конце, да, и толще, 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 утолщение, и в конце опять утоншение, да, то есть, когда ты бежишь вот так вот, да, и где-то лет, года, наверное, 3-4 назад я полностью перешел на вот этот бег на пятку, и все отлично. Единственное, что, конечно, когда ты переходишь на ногу, да, надо не прыгать на нее с размаху, да, а аккуратно сначала ставишь ногу, перетекаешь, да, и движешься дальше, чтобы не было вот этого удара по колену, через колено, бедро, почки, да, то есть, чтобы вот этого вот ничего не было. Еще два момента, на которые надо обращать внимание при беге, это взгляд, да, то есть ты смотришь интуитивно, ты смотришь всегда под ноги, да, то есть надо об этом все время вспоминать и переводить взгляд вперед. И второе – это локти, да, то есть, опять же, интуитивно мы бежим вот так вот, да, и когда мы так делаем, у нас, во-первых, идет работа на бицепс, у нас спина неправильно работает, да, у нас тело здесь все работает неправильно, а бежать надо вот так вот, да, то есть тогда работы на бицепс нет, да, то здесь нет дополнительной работы. И вы все тело стабилизируете, у вас нет лишних, лишнего напряжения, нет в сторону почек, там, и так далее, и так далее, да, то есть вот три момента в беге, важный. Окей. Так, одышка. Живот не уходит. Да, живот не уходит. Ножки супер стали, целлюлит почти ушел. Согласен с этим. У меня, я делал массаж, значит, там, хороший мастер очень, делал массаж, и он у меня в какой-то момент спрашивает. Слушайте, говорит, а вы, я что-то вот с вами, мы в прошлый раз говорили, а вы напомните, вы за какой клуб играете? Я говорю, в смысле, за какой клуб? То есть я думал, в смысле, дом культуры. Вот, и он такой, ой, извините, говорит, я перепутал. Значит, и он мне такой говорит, у меня же тут, у меня тут, ну, там, параллельно с вами клиент-хоккеист. Вот, и я говорю, ну, здорово, вы меня тут с хоккеистом перепутали. Он говорит, да, вот, вы знаете, я как раз хотел вам сказать, что, ну, как бы, тело, состояние тела такое, что можно, можно перепутать. Вот, то есть ноги, все, это, как бы, тут все в порядке. Так, с детства не люблю бегать. Преследовали травмы коленей. Вот сейчас, да, опять же, сейчас техника, вот, важно тоже, я терпеть не могу вот это высказывать. Если хочешь побежать, просто выйди и беги. Вот я видел, у меня рядом с предыдущим домом, там рядом школа была и такой школьный стадиончик маленький. Мы с ребенком там погуляли все время. Вот, и, значит, выходит такой дядька бегун. И такой вышел, перекрестился и побежал. Я понимаю, что он в первый раз в жизни побежал. А он бежит и с размаху так, на этот самый, на ногу так. Я так смотрю на него и думаю, ну, чувак, ты выбежал в первый и последний раз. То есть, ну, как бы, после такой пробежки ты придешь домой, ляжешь и дальше ты две недели будешь просто еле-еле ходить. Вот, поэтому, ну, надо технику ставить и нужна амуниция. То есть, амуниция – это все. То есть, специальные кроссовки, специальные носки, специальные футбольные трусы, да, не футбольные, а беговые трусы. Или костюм, если это зима, да, тоже отдельный костюм. У меня несколько костюмов на разные погоды. Вот, отдельные шапочки, да, отдельные очки солнцезащитные, если это летом. Перчатки, тоже несколько перчаток, да, то есть амуниция на любую погоду. Если этого нет, то вы, как бы, ну, тело очень быстро убиваете свое. Вот, поэтому. Так, хожу. Да, хождение – тоже отличная тема. Да, тоже у меня есть эти палочки скандинавские. Единственное, что, опять же, вот все, что, все видео, что я смотрел по скандинавской ходьбе, это они все показывают неправильную технику. Вот, сто процентов видео, там, как правильно, это все неправильно, да. То есть, вот я смотрю, вот идут люди волокут эти самые, палки за собой волокут, да. То есть, их надо вставить, то есть, иначе смысла волочь, да. Это все равно, что они у вас что есть, что нет. Вот, я добавлял еще, добавлял на эти самые утяжелители по 2 килограмма на эти самые. И плюс рюкзак. И вперед нормально. Но мне все равно не хватает этой нагрузки. Так, чтобы голова хорошо соображала, жизнь была в удовольствии. Так, хочу живот плоский, стройности, выносливости. Сегодня поговорим об этом. Сегодня о животе прям отдельно будем говорить. Чтобы тело не болело, ходить без боли. Вот по поводу ходить без боли. И у нас, у меня был эфир с Павлом Грачевым. Это чувак, который... Павел Грачев. Чувак, который занимает... И, видимо, Грачев, блин. Забейте просто в поиске Грачев тело. Где мы просто шли... Он специалист именно по телу, да. Значит, мы по всему телу проходили. Просто снизу вверх. Да, что, где, как, шею держать и так далее, и так далее. Так, тело должно спасти мозг в экстремальной ситуации. Хочу, чтобы тело выполняло функции и не отвлекало от интересного болезня и недомогания. Так, почему 17 километров? Ну, это просто так сложилось. Потому что я, когда переезжал с маленькой квартиры в большую, я, опять же, ориентировался на то, чтобы рядом находился пар. И, соответственно, эта дистанция обусловлена тем, что мне нужно до парка дойти от своего дома, от квартиры, где я сейчас живу. Да, и дальше круг по парку. И потом обратно. Это, получается, 17 километров. Начинал я, по-моему, с 8 километров. Первая дистанция была 8. Потом много лет была дистанция 13 километров. Вот сейчас она такая оптимально выбралась, стабилизировалась на 17 километров. Она занимается, занимает где-то час 40, час 35 пробежать такую дистанцию. Часть дистанции я иду пешком. Так, время пробежки важно. Я бегаю… Нет, время плавает. И я бегаю обычно утром после того, как закончена работа утренняя. То есть я утром просыпаюсь, сажусь, пишу свою норму. И после этого где-то там часов в 9 утра я бегу, чтобы переключиться перед следующей работой. То есть утренняя работа писательская. Потом, например, на домашке проверять, в мастерской вебинары вести. Это уже все после пробежки. То есть сегодня я с утра встал, пописал. В 8 утра побежал, в 10 прибежал, сделал, распихал там разную домашнюю работу. Вот в 12 сейчас веду вебинар. Иногда бывает, иногда я бегаю. Допустим, если я проверяю домашки в мастерской в четверг, у нас дедлайн в 12. Я до 12 проверяю домашки. И после этого бегу на пробежку. Так. Тренер по бегу вставал и со мной бежал. Наверное, важна поверхность дороги. Твердый асфальт и земля. По асфальту я бы не рискнул бегать. У меня есть часть дистанции по асфальту, я по ней иду пешком. Не бегаю. Это очень опасно. То есть, это можно тоже осторожно, если делать с соответствующей обувью. Но в целом, я бегу по земле. То есть, у нас хорошая земляная, хорошая тропинка в парке. Вот. Окей. Идем дальше. Вот что я делаю и для чего я делаю. То есть, я вам буду рассказывать о своем опыте. Кто-то, может быть, с моим опытом не согласен. Кто-то, может, свои какие-то идеи высказывать. Да, я о своем опыте говорю. Моя задача для того, чтобы достичь убедительных творческих результатов и достигать их в течение многих лет, год за годом, нужно находиться на пике физической формы. То есть, нужно держать тело в тонусе. То есть, тело должно находиться в хорошей физической форме. И, соответственно, я сейчас чувствую, в 49 лет, я сейчас себя чувствую намного лучше, чем я чувствовал себя в 30. Или даже в 22-23 года, когда я курил, выпивал и так далее. То есть, я сейчас, ну, как бы, я не то, чтобы прям совсем такой ханжа, вообще не пью никогда, ни при каких условиях. У меня есть запас хорошего вина, разного, интересного. Да, и время от времени, раз в 2-3 недели, мы можем позволить себе там с женой и с бабушкой там сесть и на троих выпить бутылку вина, по бокалу выпить. Да, как бы вот такой запой я себе позволяю время от времени. Я считаю, что это более правильно, нежели полная трезвость. То есть, бокал вина время от времени – это лучше, нежели вообще не пить. И я думаю, что наверняка вы видели, да, и значит, дальше я решил себе, как бы, то есть, вот эта цель, да, то есть, цель достижения стабильного финансового, о, финансового, господи, физического состояния, которое позволяет достигать высоких творческих результатов. И мне захотелось, ну, некий такой тоже себе KPI поставить, дойти до плоского живота, увидеть кубики. У меня их никогда не было, никогда я, в общем, к этому не стремился. Когда я курил, я был вообще худой, что называется, за шваброй мог спрятаться, вот, но никогда этим не занимался. Ну, решил, ну, а почему бы и нет, это же прикольно. Вот, и вот решил себе поставить такую задачу, где-то там месяц, месяц назад я решил. Вот, и я начал этим целенаправленно заниматься. Решил, что вот через 8 месяцев, мне исполнится 50 лет, вот в 50 лет я хочу увидеть кубики на животе, хочу фотку запостить, чтобы мне не стыдно было приподнять край майки и сфоткать себя в зеркало. Вот, захотелось, а почему бы и нет, могу себе позволить. И вот я начал целенаправленно этим заниматься. Вот об этом я вам сейчас расскажу. И, собственно, этому будет посвящен вот этот мой челлендж, в котором вы захотите или не захотите принять участие. Прежде всего, огромное количество разных видео в ТикТоке, на Ютубе, вот это упражнение делай 2 минуты в день или вот этот коктейль пей раз в день и все, через месяц ты себя не узнаешь. Это все херня. То есть, все те люди, которые показывают, типа, делай вот это одно упражнение, да, 2 минуты в день у тебя будет, как у меня, на самом деле я вижу, что там, ну, 7-8 лет тренировок и хороший генный билет, да, то есть, а никак не одно упражнение. Поэтому все, то есть, вот все эти, типа, вот делать, то есть, святого Грааля не существует, да, одной какой-то кнопки, делай одно вот это и все, типа, все сработает. Нужно работать в комплексе. Я это очень быстро понял и пошли результаты. Вот. И, соответственно, да, вот, как бы посмотрим, в итоге приведет это к чему-то или нет. С чего мы начинаем? Прежде всего, решение проблем со здоровьем. Давайте так, я исхожу из того, что раз вы там пришли на эфир, то вы, видимо, тоже хотите со мной в этой штуке поучаствовать, соответственно, вот я вам какую-то дорожную карту даю. Что это значит? Это пройти диспансеризацию и обследоваться, да, сдать анализы, посмотреть, что вообще есть. Если есть какие-то проблемы со здоровьем, то их надо решить. Прежде всего, что? Чаще всего, на что люди забивают, на что люди забивают, они забивают на зубы. Друзья, скажите, пожалуйста, есть ли у вас больные зубы? Напишитесь прямо сейчас в чате. Значит, у меня с зубами, поскольку, опять же, да, там какой-то вот это, в студенческие годы особенно, там, я даже не помню, была ли у нас какая-то там зубная паста или нет, там была одна зубная щетка на троих, да, то есть вот так вот все это было. Плюс курение, плюс жрачки не было никакой, да, и у меня там вот здесь не было зубов, здесь не было зубов. Потом я вставил и там как-то в бесплатной клинике в Вологде, это были золотые зубы, вот. И потом, приехав в Москву, я очень долго там ставил эти мосты, убирал все эти, все это золото изо рта убирал, вот. Вот, и сейчас у меня там один из лучших врачей в Москве, которое, там, опять же, регулярное обследование, там, раз в два-три месяца мы делаем обследование, и сейчас у меня нет вообще никаких проблем с зубами. Вот зубы это что? Да, зубы это, если есть больные зубы, значит, проблемы с питанием сразу же, да, то есть вы уже там что-то можете есть, что-то не можете, плюс проблемы с желудком сразу же, да, то есть это все сразу, то есть зубы это фундамент здорового тела, то есть если у вас есть проблемы с зубами, то первое, что надо решать, это проблемы с зубами. Дальше, если есть проблемы еще с чем-то, да, например, есть там проблемы, и раз мы о лишнем весе говорим, да, могут, может быть проблемы с эндокринной системой, да, тоже это надо провериться, и, соответственно, вполне может быть, что нужно либо пройти какое-то лечение, либо назначить какое-то, там, какие-то продукты можно, какие-то продукты нельзя, да, то есть назначить какую-то диету. Вот. Помимо этого, помимо регулярной диспансеризации, если у вас, я сейчас странную вещь скажу, да, это будет выглядеть как капитан очевидность, да, если хочешь купить квартиру, пойди и купи ее. Но взрослые люди на это обычно забивают. То есть если у человека что-то где-то болит, да, то он просто, ну, болит и болит, поболит и пройдет. Вот. Вот у меня в этом смысле принцип очень жесткий, да, если я чувствую, что у меня есть какая-то проблема со здоровьем, я немедленно иду к врачу. То есть это не то, что ипохондрия, да, такая, ой, у меня там где-то кольнуло там что-то, я, у меня рак, все, я умираю. Нет, не в этом смысле. Если я чувствую, что действительно, да, у меня там со зрением какие-то проблемы, я тут же пошел к врачу, обследовался, получил лечение, там, проблема решилась. На турнике что-то так дернулся, хоп, спина заболела. Тут же я вызываю такси, меня везут в больницу, делают МРТ, да, врач осматривает и так далее, и так далее, да. То есть я очень быстро получаю помощь и там, и все проходит. Вот. То есть любая проблема со здоровьем, да, ее сразу же надо генетировать специалисту. Почему? Потому что очень часто люди, как ни странно, да, они умирают именно из-за того, что просто в нужный момент врач не посмотрел. Вот. Нет, не поделюсь. Контактами стоматолога не поделюсь. Это секрет. Зачем мне сливать рыбные места? Да. Значит, дальше. Регулярная диспансеризация раз в год, как минимум, да. График прививок тоже. Отдельная большая дискуссия, да, давайте мы сразу ее вынесем за скобки, да, по поводу калида. Здесь я считаю так, что как бы если специалисты говорят, что лучше прививаться, да, то лучше прививаться. Поэтому я сторонник прививок, я и детские все прививки проходил, и, соответственно, и когда шел ковид, я тоже дважды прививался. И мне кажется, что нормально это все. Вот. Дальше. Значит, бег. Переходим, собственно, к физической активности. Сейчас у меня бег стабилизировался на через день. То есть через день я не каждый день бегаю, я бегаю через день. Плюс, поскольку у меня сейчас главный KPI это живот, да, то есть надо подсушиться, надо его убрать, к бегу я добавил пояс. То есть во время бега у меня на животе, я на живот наматываю вот такую штучку. Это самый элементарный. У меня кто-то там Маркус спросил, а какой он, какой фирмы, как он называется. Я понятия не имею, да, то есть это вот я в вазон зашел и набрал пояс для похудания. И первый попавшийся купил, да. Я считаю, ну, во-первых, опять же, я слежу за состоянием, да, то есть слежу, как бы, есть эффект, нет. Эффект есть. И он стал заметен там через две недели, он уже стал заметен. Вот. Это более мягкая, более щадящая штука, чем обертывание целлофаном. Обертывание целлофаном тоже работает, но больше нагрузка, во-первых, на сердце, вот. Во-вторых, очень опасно для почек. Поэтому вот я обертывание целлофаном не рекомендую. Вот эта штука, да, она для почек безопасна. То есть не происходит перегрева, именно перегрева почек не происходит. Вот. Дальше следующее. То есть через день бег. Если бег не подходит, то скандинавская ходьба. Дальше. Следующая штука – это массажный пояс. Вот она. Она стоит где-то, по-моему, тысяч 8 или 10, где-то около того. То же самое. Значит, на Озоне, даже не знаю, какой марк, у меня тут есть какая-то, Беурер. Значит, заряжается тремя мизинчиками батарейками. Батареек хватает где-то недели на полторы. Я ставлю на самый большой режим на, типа, там, 34 из 40 я ставлю. Иначе прям совсем, прям заметно чувствуется. Даже сидеть невозможно. Вот. И я в этой штуке сижу, там, подход 30 минут, сейчас у меня 4 подхода. То есть 2 часа в день я в этой штуке сижу. Тоже эффект очень заметен. Прямо сразу же, там, через неделю уже, как бы, уже было видно, что ускорилось. Дальше. Ускорился эффект. Дальше. Упражнения на пресс. Их огромное количество разных комплексов. Я их все перепробовал. В итоге, вот то, что конкретно мне лучше всего подошло. И, по моим ощущениям, он закрывает все группы мышц. То есть и нижние, и верхние. То есть все, как бы, весь и боковое. То есть он полностью весь пресс очень хорошо прорабатывает. Я этот комплекс выложил вчера. То есть у меня, вы можете его найти. Ну, давайте я вам его в чат еще раз выложу, чтобы вы могли при необходимости его найти. Вот, я в чат его выкладываю. Эта тренировка длится 12 минут. Я ее делаю 4 раза. То есть 4 подхода по 12 минут. Сейчас я делаю это упражнение на пресс через день. То есть через день бег, через день пресс. Дальше. Следующее. Это гантели. Я вам обещал гантели свои показать. Значит, у меня гантелей 5. Это самые легкие. Это 2 килограмма. Это вот, например, на вот такие движения отрабатываю. Там 2 гантели берешь и отрабатываешь. Дальше. Следующая гантель 10-килограммовая. Я ее одно время увеличивал до... Из двух гантелей собирал пудовку. И, соответственно, это вот все вот эти вот боковые движения. Все вот это вот. Когда лежишь вот так вот. То есть тоже надо будет... Он как бы в уме у меня есть этот комплекс. Надо будет его записать и тоже выложить. Может быть, если кто-то захочет, то может участвовать. Может попробовать. Значит, ну и я сейчас делаю, помимо пресса, сейчас просто без перчатки его даже этот самый там, сразу же этот самый. Покажу, покажу свою... Так, это 32 килограмма. Сейчас я без разминки не буду ничего. Никакие вам фокусы показывать. Но вот с 32 я делаю 5 раз. На каждый бицепс. Это на бицепс. Но мне пока тяжеловато. Иногда приходится второй рукой поддерживать. До этого вот я его где-то неделю назад, неделю даже, дни 5 назад перешел на 32. До этого было 26. 26 килограмм я делал 10. 10 раз, 4 подхода по 10 раз, 40 раз. Вот это железо. Значит, дальше, следующие. Гантели. Следующий это вакуум. Вакуум это что такое? Это упражнение, когда вы втягиваете живот. И его надо делать хотя бы раз 20-30 в день. Чем это упражнение хорошо? Оно хорошо тем, что его можно делать где угодно. Вот вспомнил о том, что, о, блин, я вакуум сегодня не делал. Едешь в метро и начинаешь делать. Я, например, вчера в парикмахерской сидел. И вдруг такой, о, блин, я вакуум сегодня не делал. И спокойно сижу. То есть со стороны, особенно когда ты накрыт этой самой, со стороны вообще незаметно, что ты вакуум делаешь. Хорошее, очень полезное упражнение. Причем здесь просто надо отделить само движение мышцы внутрь. Втягивание, отделить от дыхания. И, соответственно, втягивать его, прижимать живот к позвоночнику, а не тянуть его вверх, в легкие. И вот если это делать, опять же, неделю поделайте, сразу же эффект будет заметен. Дальше, следующая. Спина. Про спину мне кто говорил? У кого из вас есть какие-то проблемы со спиной? Кто-то мне писал, когда я позавчера пост написал об этом, кто-то мне написал, там, вот, спина. Я сейчас вообще о том, что у меня есть спина, не вспоминаю. Так, почему не фитнес-зал? Поверхность беговой дорожки тоже... Слушайте, ну, Иван, ну, вы же должны понимать, да, что потный, душный фитнес-зал и парк, где я бегу, и у меня... Вот я сегодня возвращаюсь с пробежки, и у меня такой кайф, да, птицы поют, дубы эти огромные в Кирлецком лесопарке, да, после дождя солнце, да, это самое, на поверхности листьев отсвечивает этот самый, да, прозрачный воздух. Я иду и думаю, блин, какой кайф, какое счастье, как можно, блин, вот, ну, делать что-то еще, кроме этого? Вот, то есть важно же еще удовольствие получать. Вот, в фитнес-зале я ходил в Волонде, в зал, ну, как бы, никакого удовольствия в зале ты не получаешь особого. Вакуум вроде на голодный желудок можно делать? Да, конечно, да, ну, это подразумевается, да, что после еды вы вакуум не делаете. Что касается спины, я дам два упражнения простых. Значит, первое упражнение вообще самое элементарное. Помните, как в детстве мы делали, когда ложились, такое интуитивное решение, когда ты ложишься к стене, да, то есть вот ноги, да, вот тело, да, и ты ложишься к стене и вот так вот поднимаешь ноги. Вот, и здесь нагрузка, да, она перераспределяется в позвоночнике, да, и у вас все позвонки просто расслабляются сразу же. Очень простое элементарное упражнение. Я, например, ребенка укладываю, у меня ребенок очень плохо засыпает, ему все время, он уже здоровый лоб, да, но все равно надо, чтобы там папа рядом хотя бы 5 минут посидел. Вот, я, значит, ложусь возле стены, ноги задираю, да, на стену, ноги на стене, тело на полу. И позвоночник, за 5 минут позвоночник полностью выправляется. Это живот, естественно, тоже он очень сильно зависит от позвоночника. Вторая штука, которая именно в том, что касается позвоночника, да, очень сильно отражается на животе. Значит, вот как бы как правильно это делать. Вот у меня есть такой специальный тренажер, он типа там 200 рублей стоит или 300. Он у меня сейчас стоит на самой низкой, его можно там увеличивать, поднимать. И как он используется? Ложишься на пол, эту штуку кладешь под спину, ложишься на пол, руки складываешь вот так и поднимаешь вверх, да, кладешь их на пол. Ноги складываются вот так. То есть вот они, ноги, да, вытягиваются и складываются вот так. Да, то есть ноги так сложены, руки сложены так, и вот эта штука под спиной. Вместо этой штуки можно валик, можно полотенце в трубку скатать. Когда у меня ее не было, я просто полотенце скатывал и под спину кладу. Иногда мне лень. Она в обычном положении, она на балконе лежит, и опять же я там у ребенка в комнате лежу, например, на полу. Ну вот, я беру просто какую-нибудь мишку его беру, мягкого под спину кладу, и понеслась. Пять минут полежал, позвоночник выпрямляется. Тоже очень простое упражнение, да, ничего делать не надо, никаких сложных скруток, это не в йоге, вот это вот все, да, а просто ты лежишь, и позвоночник прям чувствуешь, как у тебя там позвонкам прям хорошо становится. И живот тоже уходит, тоже выпрямляется. Почему? Потому что в противном случае идет давление оттуда, именно на живот. И спина так, она как бы вот выгнута так, она выгнута вперед. То есть живота нет на самом деле, а за счет того, что позвоночник вогнут, за счет этого появляется живот. Он выпрямляется, и живота нет, он уходит. Дальше, следующее, это питание. Значит, вообще отдельно, тоже тут столько копий сломано по поводу питания. Что я минимизирую? Четыре продукта. Это молоко, сахар, кофе, хлеб. Полностью отказаться не получается, потому что я очень люблю кофе, по крайней мере, я там от сладкого отказываюсь, хлеб, я раньше мог взять буханку хлеба и, намазывая его маслом, просто один кусок за другим просто схомячить целую буханку. Вот. Сейчас я, конечно, так не делаю, но я могу там раз в несколько дней взять кусок хлеба к супу, например, то есть, если хочется. Не отказываюсь от этого. Но, тем не менее, да, вот эти четыре продукта, молоко, сахар, кофе, хлеб, они минимизируются. Дальше, по поводу, опять же, вот этих, есть сложные вот эти концепции, сложные, вот на завтрак съешь два яйца, на обед съешь вот это. Я считаю, что это все фигня. Вот. Надо проще быть в этом отношении. Самое главное, то есть, эффект я стал замечать тогда, когда решил для себя одно простое правило. что в еду можно все. То есть, вот я ем, да, и пока я ем, можно есть все. То есть, если я захочу, например, вдруг съесть кусок белого хлеба, намазать маслом и сверху вареньем из черешни азербайджанской, да, вот мы привезли там несколько банок из Баку, вот я это могу себе позволить сделать. Или вдруг мороженое захотелось. Да, окей, хорошо, но только в еду. То есть, я полностью убрал все перекусы и ем три раза в день. То есть, утром с пробежки я прибегаю, да, и в 10-11 часов у меня завтрак. Значит, потом в обед в 2 часа и в 6 часов ужин. Вот три еды. В эти три еды правило такое, что можно все. при этом упражнение на пресс уменьшают желудок, уменьшают размер желудка. И получается, что я как бы разрешаю себе съесть все, но я очень быстро наедаюсь. То есть, я все равно много не ем. А потом, а между едой никаких перекусов. Это строго запрещено. И вот приняв одно такое правило, я очень быстро за неделю минимизировал еду. Потому что, если разрешаешь перекусы, перестаешь контролировать. И дальше ты просто ешь, 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 ешь. Вот, очень хорошая практика, что можно все, но только 3 раза в день. Вот, дальше, следующий. Водный режим. Значит, с утра, это немножко экстрим, потом через какое-то время я это месяц сделаю, потом откажусь. Значит, утром глоток масла оливкового. То есть, это такой запуск всего вообще, всего метаболизма. Это можно делать, если здоровое тело, здоровая система пищеварительная. Но это нельзя делать слишком долго, слишком часто. Где-то неделю я еще делаю и заканчиваю. После этого, это вот там 7-8 утра, только проснулся. После этого у меня значит, вот такая кружка, значит, выдавливается чутка лимона и, значит, кружка воды выпивается. Значит, классический водный режим. Он простой и он везде, как бы везде один и тот же. Никто вам ничего другого не скажет. Вот он. 8 утра, 2 стакана воды, 11 утра, стакан воды, 13 часов, 2 стакана воды, 16 часов, литра воды, 20 часов, стакан воды. 8 часов, 2 стакана воды, 11 часов, стакан воды, 13 часов, 2 стакана воды, 16 часов, литра воды, 20 часов, стакан воды я немножко опять же да то есть тяжело все время это контролировать да я вот здесь два стакана воды а вот и я стараюсь значит следить за тем что 8 утра я выпиваю целиком в 11 часов я пол стакана вы выпиваю до 13 часов еще выпиваю да то есть я слежу чтобы это время я пополнял вот эту кружку в среднем у меня где-то получается два с половиной лет здесь пол литра да то есть пять раз в день я выпиваю по такой кружки 8 11 13 16 20 дальше по поводу питания я проходил курс консультации брал индивидуальных у валентина суворова такой специалист именно по похудательной психологии все мы разбирались откуда почему там у меня вот этот жор там так далее 90-е годы это когда ты просто физически боишься что у тебя нет завтра будет нечего есть ты умрешь с голодом у меня бывали такие ситуации когда ты просто не знаешь что ты будешь вот и вот самое главное что я усвоил из этой работы да это то что все установки они постоянно срываются да то есть ты для себя решаешь что у тебя вот ты будешь делать вот это обязательно очень быстро да это не получится побежать не получилось станут отжаться не получилось воду выпить не получилось там напился еще что-то до хлеба поел пирожным угостили и люди очень часто вот после того как происходит такой срыв да очень часто люди но как забивают а и ладно там сгорел сарай гориха а вот здесь важно то что все любые установки всегда срываются и к этому надо спокойно относиться спокойно от отпускать да и как бы но сейчас сорвалось окей значит следующий там этот этот прием воды пропущен ну следующий значит сделали на вот и ты спокойно как бы себя возвращаешь на на маршрут то есть не пытаешься возместить а я пропустил два раза воду вот сейчас я три литра выпью залпом нет пропустил и пропустил возвращаюсь снова к этой самой вот плюс очень важная штука это получать удовольствие не едя мы этого на самом деле очень часто не умеем потому что очень часто мы наша еда это все что угодно да кроме еды мы едим не для того чтобы калории возместить а для того чтобы там удовольствие получить страх панику тревогу за есть и так далее так далее да то есть ну надо с этим непосредственно работать и соответственно я вел для себя такое правило что каждый день у меня есть что называется 40 минут для меня когда я ложусь на диван надеваю самые на глаза так у меня прохладный как это называется компресс из виноградных косточек охлаждается в холодильнике в морозилке и такой прохладный надевается на глазах наушники там какой нибудь альбом музыкальный до какой-нибудь старый том петти или там пол маккартный сольник какой-нибудь старый вот или боб сигар да что не такой старый старый не слишком замороченные не слишком замороченный какой-то старый классический рок вот и 40 минут я лежу и кайфую да то есть это не чтение да потому что чтение для меня отдыхом не является да то есть я очень часто читаю там что-то по работе и важно чтобы ничего не в это время не есть да то есть я отделяю удовольствие от еды да то есть еда отдельно удовольствие отдельно да то есть не должно быть знака равенства еда это удовольствие но удовольствие это не обязательно гида потому что я как-то в детстве сформулировал для себя что что для меня удовольствие у меня удовольствие это сидеть читая какую хорошую книгу слушать какую хорошую музыку и есть от при этом какую-нибудь вкусную еду да вот я еду из этого уравнения выключил и тоже это сразу же очень быстро стала давать результат плюс к этому визуализация плоского живота да то есть я представляю его таким каким он должен быть да и время от времени включаю аффирмации то есть повторяю когда качаю пресс да жир живота утекает землю живота утекает землю кажется что фигня работы ребят работы вот собственно вся программа и дальше вот по этой программе я работаю уже где-то там около месяца и собираюсь работать еще следующий там восемь месяцев надеюсь что через восемь месяцев на может и раньше еще я уже буду готов показать какой-то результат если у вас все ли вам понятно если все понятно напишите понятно если есть какие-то вопросы то задайте вопросы теперь если вы хотите присоединиться к этому моему кубики челленджу я сначала я думал то есть я думал в каком формате делать я думал записывать видео короткое там одноминутное каждый день я думаю что я как бы упражнение делать смогу а вот записывать видео вряд ли ну просто тяжело тяжело это до выделять время да тут я пару видео попробовал записать все равно как бы все равно тратишь время все равно тратишь внимание а вот мне нужно именно минимизировать производстве на вот поэтому я буду просто каждый день писать пост фейсбуке вконтакте и в инстаграме я буду делать фотку такую как будто себя шичку после тренировки каждый раз после тренировки вот сегодня тренировка сделано сегодня тренировка сделан если тренировка не сделано такое тоже может быть да я все равно буду стараться делать что-то каждый день по этому человек питание там водный режим и так далее так далее да и вот каждый день я буду в течение следующих 8 месяцев отчитываться соответственно если вам интересно к этому челленджу присоединиться то вы подписывайтесь на меня находите каждый день этот пост по этому хэштегу да если пост еще не появился а вам уже есть что отписаться к предыдущему можете написать комментах на вот сделано то-то то-то да пройдено 5000 шагов до сделано там 10 отжима то есть каждый день какая-то давайте мы там физическую активность какую-то вводить и что-то естественно да будут какие-то я уверен в том что будут пропуски да значит в этом случае я буду писать там кубики челлендж сегодня не сделано ничего да ну окей значит значит вот так снова и дальше снова мы фокус внимания переводим опять опять на это и через восемь месяцев посмотрим посмотрим куда мы с вами придем так ем только чтобы возместить калории это тоже так себе потому что в какой-то момент перестаешь видеть смысл в еде потребность в еде начинает раздражать типа когда уже придумать тюбик с нужным количеством калорий и витаминов мне кажется что это тоже немножко немножко так путь в никуда потому что еда это естественно удовольствие да это и удовольствие тоже и я очень люблю какую хорошую вкусную интересную еду этническую какую-нибудь кухню например высокую кухню да и просто иной раз хороший хороший стейк с куском горчицы да тоже тоже порой приятно приятно схомячить да иной раз и просто бутерброд взять кусок черного хлеба до масла шмат и икры ложку сверху положить и и прям отлично а вот я не считаю что от этого прям надо отказываться да как это монашество она неправильно да то есть его нужно просто сделать так чтобы это был именно кусок да они 10 кусков вот и дальше ну окей хорошо ну как будет сегодня кусок съели завтра там лишние 10 минут пресс покачали и соответственно вот как то так поэтому но посмотрим что там если я то в любом случае это буду делать да и в любом случае я для себя эти посты будут выкладывать если кто-то будет присоединяться то ну как классно прикольно вот потом посмотрим через через восемь месяцев посмотрим куда мы придем большое вам спасибо за ваше участие я так чувствую что на самом деле мне это было нужнее чем вам поскольку ну обычно у меня там по 200 300 человек на вебинаре сидит сейчас 23 человек в прямом эфире ну как бы ладно так значит так конце концов я же для себя это делаю вот а если вы захотите присоединиться то вы присоединитесь пока пока ну и напоминаю что просто чтобы завершить тему да напоминаю что у нас идет набор на онлайн курс пьесы в нашей сценарной мастерской места пока есть присоединяйтесь счастливо